Здравствуйте, дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на новом выпуске «Исторических портретов». Меня зовут Городова Злата, я студентка третьего курса направления «История международных отношений». И сегодня мы с вами будем беседовать с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей и публичной истории и просто замечательным человеком Шадриной Натальей Анатольевной. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте, Злата. Большое спасибо. Мы с вами познакомились уже в тот момент, когда вы стали состоявшимся ученым. И всем интересно узнать, с чего все начиналось. Ну, если быть до конца откровенными, то мне в целом нравились гуманитарные науки, но мне особенно нравилась филология, потому что, ну, как бы, ну, филология и филология, казалось бы, да. А вот история у нас была... Я училась 10-11 класс в лицее при университете, и у нас была совершенно потрясающая преподаватель по истории и Элла Борисовна Коплуновская. А помимо этого у меня были занятия в этой же школе по историю культуры с Юрием Юрьевичем Лазаревым, который был учеником Махабад Гумировна Юнусовы, который моя научная руководительница. То есть, ну, в целом, мне кажется, это было неизбежно. Просто, то есть, это не просто судьба, это было неизбежно. И иного пути у меня не было, но я совершенно не жалею, что я пошла на ИСТВАК. А где в студенческие годы вы вообще могли себя как-то реализовать в научной сфере? Ну, конечно, в тот момент, когда я училась в глубокой древности, гораздо было меньше вариантов, чем сейчас. Я вот прямо сейчас иногда так даже по-хорошему завидую студентам, учитывая множество всяких возможностей куда-то ездить с научными докладами и какие-то стажировки и прочее. В наше время это все было уже, но оно только начиналось, и это было достаточно, ну, уникальным случаем, когда люди вот такие какие-то выигрывали гранты. Хотя у меня подруга на полгода, что ли, уезжала в Германию, и она с юридического факультета была. И вот я просто думала, ну, это вершина, конечно, успеха. Но вообще у нас были студенческие конференции, они всегда были. И еще самое, конечно, мое любимое мероприятие, ну, оно не совсем как бы с наукой непосредственно связано, но, тем не менее, мы ездили, по-моему, раза три я ездила, два раза как участник, а потом уже как руководитель команды в город Саранск, это столица Мордовии, на Олимпиаду по культурологии. Это было крайне внезапно, потому что, ну, казалось бы, Саранск, да, и вот Олимпиада по культурологии, причем вуз, который из Саранске, он назывался МГУ, Мордовский государственный университет. И там в те времена, я не знаю, как сейчас, но, может быть, и сейчас так, там был факультет народного танца, например. Это тоже было всегда очень внезапно, и это было потрясающе, просто потрясающее место, потрясающие люди со всей России. Туда съезжались такие студенты, которые увлекались всякой вот этой историкультурой, или не увлекались, а их просто заставили в их вузах, но дело было совершенно не в этом, кто чем увлекался. Это было дико интересно. Нам давали какие-то совершенно сумасшедшие задания, написать письмо от Бодрияра к Делезу, от Делеза к Бодрияру. Если бы мы еще знали, кто такой Делез и Бодрияр, было бы вообще прекрасно. Однажды нам, ну, мы, конечно, знали, но в общих чертах. Однажды нам на первом конкурсе, там был первый конкурс, был, это было что-то типа Олимпиады, но такой Олимпиады с разного формата конкурсами, в том числе и творческими. Творческие конкурсы Казань всех делала просто, ну, вообще в ноль, всегда. И я как-то в коридоре слышала перед нашим выступлением, что «Пойдемте быстрее взялся, сейчас Казань будет выступать». Мы были легендами там, и это было великолепно. Вот это было вообще лучшее просто из такой околонаучной и просветительской деятельности в университете. Да, это да. Вот тогда вы все-таки ездили за получением какого-то опыта, или удалось какие-то места завоевать? Конечно, удалось. Какой опыт, Злата, я вас умоляю. Это Казань, я же говорю, Казань всех делала. Ну, у нас были командные места всегда. Личные поменьше, потому что мы ломались на конкурсе про народное художественное творчество. Там все ломались на этом конкурсе. Но был один мальчик из Святки, по-моему, который умел писать в ответах, что вот это вот там, условно, Палех, 3 четверть 19 века. Он не знал вообще ничего о Палехе, но у него уверенно получалось писать 3 четверть 19 века. И он говорил, когда вы пишете просто 19 век, вам никто не поверит. Но если вы напишите 3 четверть 19 века, вот тогда подумают, ну, знает, знает парень. И это опять же, да, такая полушутка. Очень умный был парень, он все знал про постмодернизм, а это было самое важное на тот момент. Нужно было знать все про постмодернизм. Делес, Дорида, Барт, вот эти вот все истории, деконструкция, реконструкция, дискурс. Если ты умел правильно распределять эти слова по тексту, ну, более грамотно, то, ну да. Если возвращаться к более такой научной деятельности, то одним из первых кружков, обосновавшихся на историческом факультете нашего университета, был научный семинар «Античный понедельник», создателем которого является Аркадий Семенович Шоффман. И вы сейчас принимаете активное участие в жизни «Античного понедельника». И как раз-таки последняя тема, с которой вы выступали, была «Античность в пространстве visual studies. Идеи и возможности». А помните ли вы свое первое выступление? Какая была тема? Нет, конечно, я в такой панике была, это невозможно запомнить. А вы помните свое первое выступление, Злата? Но вы-то еще помните, но я вас уверяю, что память ваша сотрет этот травматический опыт в ближайшем будущем. Поэтому нет, конечно, я не помню. Наверное, это была защита курсовых. Да, это была защита курсовых. Это еще было на 12-м этаже. Заседания проходили в 12.09. Такая была маленькая аудитория, в длину такая, в одно окно, в длину вытянутая. Все так очень плотненько друг к другу сидели. Не так, кстати, было много участников, но постоянный был такой состав. Там прям было дико страшно. На античном понедельнике всегда было дико страшно, потому что, ну, вы знаете, да, вот эту вот систему античного понедельника, что каждый должен задавать к вопросу. И к тебе каждый раз ты приходишь на этот античный понедельник, и каждый раз ты выдумываешь, сидишь этот вопрос на протяжении всего выступления. Потом к тебе обращаются, у тебя трясутся коленки, ну, может, я такая впечатлительная, я не знаю. Но мне кажется, что многие люди так чувствуют себя на античном понедельнике. И тебе просто вот, ну, вообще... И ты когда задаешь этот вопрос, я уже, господи, слава богу. Дальше уже можно сказать, что, типа, спасибо за доклад, все было очень хорошо, да, то есть, ну, это нормально. А вопросы, чтобы так еще, чтобы над тобой не посмеялись за твой вопрос, никто никогда не смеялся. Но тебе кажется, что они будут смеяться, потому что, ну, вообще... Вот, так что это был, конечно, психологически тяжелый опыт, но крайне интересный. Я всегда ходила, и не потому, что меня заставляли, или там, я писала у Махаббата Гумера навсегда, и, как бы, она не была членом античного понедельника, у нас, как бы, своя была такая история. Но я ходила прямо потому, что меня вдохновлял очень античный понедельник, он меня до сих пор вдохновляет. Я каждый раз, приходя с античного понедельника, я думаю, ой, надо что-то написать. Вот надо прямо сесть, вот столько идей, столько идей. И вот за это я античный понедельник любила тогда и люблю. Сейчас, сейчас мне не так страшно. Ну, в этом мы с вами чем-то похожи, потому что я помню свои первые полгода на первом курсе, когда я сидела, меня каждый раз спрашивали, есть ли у вас какие-то вопросы. Я говорила, нет вопросов, нет, спасибо за доклад. И чувствовала себя очень неловко, потому что казалось, как будто бы такой глупый, не хотелось показаться как-то странной со стороны. Ну, теперь как-то проще стало. Да, да, да. Со временем становится проще, да. Ой, а еще я вспомнила, кстати, когда мы учились, у нас была потрясающая совершенно история. У нас на кафедре, тогда называлось древнего мира и средних веков, был грант. Грант на развитие кафедры. То есть, ну, Евгений Александрович вот всем этим занимался, Чеглинцев. И как бы на деньги этого гранта к нам приезжали московские звезды, которые не просто приезжали с лекцией, а они вели спецкурсы, прям спецкурсы. То есть приезжает, например, Павел Юрьевич Уваров на неделю. И пять дней из этой недели он нам читает спецкурсы. Прямо вот наша специализация, то есть тем, кто пишет по кафедре. Не всем, а мы вот там, ну, условно, сколько нас, 10 человек. И вот и Павел Юрьевич Уваров, так они еще методички издавали, но все эти методички сохранили. Вот это было, вот это был, конечно, космос. Потому что к нам действительно на тот момент приехали все, весь топ отечественной науки. Потрясающие совершенно во всех отношениях люди. Интереснейшие были спецкурсы. Ну, мы из университета, понятно, не вылезали. То есть мы там, и учеба, ее, естественно, никто не отменял. Но это было время вообще великолепное. Вот с точки зрения погружения в науку, да, мне кажется, что вот это, наверное, был один из самых таких ярких опытов. Потому что, ну, как бы мы увидели людей, которые на острие этой науки находятся в России. И это очень интересные люди. Это настолько глубокие, настолько разносторонние, очень открытые к диалогу. То есть никаких там вот, ну, что, типа, там, вот мы из столицы, а вот тут провинциальные студенты. Вообще никогда такого не было. И это было, конечно, потрясающе. Вот это было, да, это очень интересно было. Наверное, вдохновляет, как-то стимулирует еще больше к научной деятельности. Не то слово. Это прям ты хочешь стать, как они. А что-то поменялось с момента вашего первого выступления в атмосфере, возможно, в работе, научного семинара? В понедельнике? Да, да, да. Ну, поменялось, конечно, да. Хотя бы вот этот формат, что сейчас на вопросы отвечают сразу после вопроса. Но в общем и целом по общему знаменателю, да, по общему настрою, мне кажется, нет. На античный понедельник он максимально научный кружок. Вот чем он прекрасен для меня всегда был, он очень академический. Он такой какой-то по форме своей, он очень консервативный. Но при этом по содержанию всегда был открыт самым таким новым винем, да, и все вот эти рецепции, вся эта публичная история. Она же рождалась на античном понедельнике, по сути дела. Все то, что Евгений Александрович Глинцев придумывал, находил где-то, я не знаю, где он это находил. Ну, потому что это реально тренды, это прям тренды, то есть это то, что в какой-нибудь там Европе, за рубежом это, ну, появилось-то, господи, когда в конце 90-х, да, и Евгений Александрович это вот тут вот и начинает. И, конечно, в этом плане и понедельник, я думаю, его тоже очень вдохновлял. И по формату, наверное, да, поменялось немножко, но по вайбу вообще нет. Это по-прежнему также вдохновляет, это по-прежнему наука, путь в науку. Это по-прежнему, мне кажется, делает понятным, что же нужно делать вот в этой науке, да, и как это, что такое наука в принципе, потому что, ну, сложно достаточно вот это вот уловить и поймать. Что такое исследование как таковое, потому что все-таки у нас система среднего образования, мне кажется, она больше такая... Ну, когда мы должны выучить что-то, да, и пересказать. То есть исследовательская вот эта составляющая, она там в меньшей степени присутствует. И поэтому довольно сложно сориентировать студентов на то, что можно делать самостоятельные выводы, и вас за это никто не будет убить. Хотя иногда кажется, что мы просто вот, да, какие-то звери и этих студентов... Ну, потому что по лицам, по лицам студентов... Вот тоже Злата, кстати, у вас на первом курсе было такое лицо, я прям боялась вам что-нибудь сказать. Ну, чтобы как-то вот не нарушить ваш баланс внутренний. Но все равно как-то университет, новая атмосфера. Да-да-да, я понимаю. И все-таки, наверное, в университете аналитически мыслить мы научились, я думаю, немножко. Ну вот, да, и понедельник, он это стимулирует. Вот, да, мне то, что так кажется. И просто сама идея того, что нужно аналитически мыслить, она неочевидна. Да-да-да. И да, это нужно как-то вот показать и объяснить. И понедельник в этом плане вот вообще просто топ. Значит, античный понедельник можно в какой-то степени назвать местом становления вас как ученого? Ну, наверное, можно. Ну да, да, конечно. Вот понятно, что вы вели активную научную деятельность. А участвовали ли вы в каких-нибудь спортивных, культурных мероприятиях? Конечно. Я суперактивист, отличница. У меня синдром отличницы был. В университете, кстати, уже не было. От синдрома отличницы меня вылечил лицей при университете. Это был лицей прямо при университете. То есть мы учились на физфаке. И помимо учебы мы проводили все время в университете. Просто все. Мы приходили к восьми утра и уходили в восемь вечера. И занимались мы чем только не занимались. Начиная от обсуждения каких-нибудь философских концепций и заканчивая там прогулками по Черному озеру и тоже обсуждением. Ну там вообще это было, конечно, просто это супер насыщенное было время. Очень было много интересных людей вокруг. И атмосфера лицея была просто какая-то сумасшедшая. Там были такие преподаватели, которые абсолютно... То есть вот там нас научили думать. Там нам говорили постоянно, слушайте, ребята, учиться интересно. Это же суперинтересно, вы посмотрите. Это не пытка, выучил пять, не выучил два. Это кайф непередаваемый. Давайте, давайте учиться, так классно. Ну это вот общий такой настрой был у всех. И у педагогов, и у студентов. Ну как вот, не студентов, как мы это, школьники тогда еще назывались. Вот, и тогда я вылечилась от синдрома отличницы. Потому что там было вообще все равно. Оценки там никто не ставил особо. Ну ставили, потому что надо в журнал что-то поставить. Все-таки школа была. Да, и в такой атмосфере, конечно, там тебе пять, там четыре. Какая разница? Потому что все на пятерке так-то учились в целом. Потому что было интересно, ну то есть, чтобы учиться на пятерке, нужно, чтобы тебе было интересно. А не чтобы тебя трясло вот так вот изнутри, и ты боялся, что тебе поставят там четверку за какую-нибудь закорючку неправильную. У нас не за закорючки. Тем более, когда в кругу заинтересованных людей находишься. Да, 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 да. Ну там вообще было просто великолепо. А в чем был вопрос? Ваша культурная деятельность, спортивная, именно в этом университете. А, культурная и спортивная деятельность. Сто двесна. Да, сто двесна, конечно. Конечно, как же без сто двесны. Сто двесна была, мы танцевали. Ну, нам, конечно, казалось, что это великолепно, просто великолепно. Но сейчас я думаю, что так. Что не так, почему? Ну, это уже самодеятельность. Я все-таки за профессионализм. Я в целом за профессионализм вообще. И даже если ты что-то делаешь, ну, как бы в удовольствие, да, то есть это не является твоей профессиональной деятельностью, я все-таки все равно за профессионализм. А то было, ну, это был тусинг. Это все-таки был тусинг, это было весело. Мы тоже пропадали там в униксе с утра до ночи. Но я, кстати, на пары ходила всегда. Вот что, ну, мне нравилось. Я говорю, меня в лицее приучили. В лицее они мне сломали психику, ну, в хорошую сторону. И сделали из меня человека, которому прям нравилось учиться. И до сих пор, кстати, нравится. И поэтому я ходила на пары. То есть вполне можно ходить на пары. Поэтому когда мне студенты говорят, у нас тут весна, я понимаю, что, ребята, ну, если бы вы захотели, вы пришли бы. То есть, как бы, вот эта вот тема, что как будто бы преподаватель, это такая Википедия на ножках, которая, вот она такой родилась, Википедия на ножках, да, это ошибочное представление. Преподаватели, они тоже, в общем-то, когда-то прошли через все примерно то же самое. И они прекрасно представляют, что вы там, где и почему. Вот. Ну, и было весело, очень весело. Конечно, вот эти все, там, за кулиси, вот эти все гримерки в униксе, вот эта вся репетиция, там, прогоны, какой-то такой, всегда был такой пафос, что типа, вау, что тут весна, вау, круто. По ночам мы еще пели. Я ходила в капеллу университетскую. И мои лучшие подруги, до сих пор, с которыми я очень близко дружу, и мы, в общем, всю жизнь так вместе и провели, были из капеллы, собственно. Две филологини, одна девочка с мехматой, но потом она ушла в консерваторию, такой тоже путь. Ну, она из лицея еще была, и одна девочка с юридического факультета. Вот, и мы вот вместе собирались, мы смотрели Нотр-Дам, это была еще такая просто, ну, это было круто. Вот, капелла была, это, а, и бег, да, был бег, но недолго. В принципе, я спортом занималась в детстве, и у меня нормально все было со спортом, и как бы нужно было бегать эстафету. До сих пор все бегают, эту ленинскую эстафету по-кремлевской. В день рождения, по-моему, Ленина, а я не знаю, сейчас бегают, не бегают. Ну, в общем, тем не менее, я пострадала за искусство, конечно. Я бегала эту эстафету, ну, в целом у нас была такая приличная физкультура, и я бежала, этап я прям помню, но это, конечно, психологическая травма глубокая. И я бежала третий, мне передали палочку, я бежала прям хорошо, то есть я не, ну, меня никто не догнал, и даже я более-менее оторвалась, ну, побольше увеличила разрыв. Я бегаю быстро, но недолго, ну, то есть у меня выносливости не хватает, но бежать я могу быстро. И 300 метров – это вот нормальная мне дистанция, но уже как бы на пределе. Я отдаю эту палочку, и со всей энергией, которой я бежала, вот, собственно, вот этот отрезок, я падаю на ногу. У меня что-то происходит с коленом, у меня дикая боль, я падаю, прям падаю на землю. Начинаю, у меня вот так вот слезы, а я еще отдышаться не могу, а мне больно, просто невыносимо. И я ничего не могу сделать, просто ничего. Я вот так звездочкой лежу посреди улицы Кремлевской на асфальте, оборачиваюсь, причем я рыдаю, мне больно, но одновременно у меня в голове мысли. Я оборачиваюсь и вижу, что за мной бежит толпа, потому что я третья бежала, говорю, меня сейчас раздавят. А потом, значит, дальше перевожу взгляд, думаю, вот я никогда же не увижу Кремлевскую с такого ракурса. Потому что, ну, действительно, ну, чтобы ты лежал посреди улицы Кремлевской, прям на асфальте, и смотрел на эту улицу, ну, это сложно себе представить. Вот так вот я бегала в университете. А сейчас все в порядке? Ну, как в порядке. Ходить могу, бегать. Ну, физической активности прям такой... Нет-нет, я занимаюсь спортом, как раз благодаря вот этой коленке я пришла в спорт, и теперь я активно занимаюсь, но бегать я не смогу. Пара Олимпиады — это то, к чему я стремлюсь в будущем. Ну, это максимум, конечно, да. Вы говорили о том, что в школьное время вас вдохновил учитель заниматься научной деятельностью. А когда вы пришли в университет, был ли такой человек? Ну, конечно, у меня уже была Махаббат Гумировна. Махаббат Гумировна у меня была еще со школы. Потому что Юрий Юрьевич Лазарев, он мне сразу сказал, что так, мы тебе отдаем Махаббат Гумировне, будешь у нее. Ну, то есть у меня не было выбора. Мне как бы из рук в руки передали. Потому что в школе я участвовала вот в этой студенческой конференции университетской, которая до сих пор проходит, с докладом, кстати, посвященным сравнению уставов военных монашеских и просто монашеских орденов. По-моему, там были францисканцы и тамплиеры, что ли. Да, тамплиеры и францисканцы. Вот, и я сравнивала разницу в уставах именно. Тему, кстати, огонь, мне кажется. Юрий Юрьевич мне дал как раз. И когда я пришла в университет, там сразу была уже Махаббат Гумировна, но она божественная женщина. Она, конечно, была потрясающая, она невероятно умная, она поразительная, эрудированная. Ее история культуры, она читала тогда нам историю культуры. Это было нечто удивительное. То есть она настолько глубоко понимает, чувствует, знает вообще вот все-все-все, все детали какие-то. Она так много читает, у нее такие вот представления. Я помню, мы с ней обсуждали «Матрицу» братьев Вачовские. И она такая, ну она кажется очень такой, как будто бы она из другого времени. Как будто вот у нее вот эта интеллигентность, это какая-то еще 19 века интеллигентность. И тут она про «Матрицу» что-то. Она говорит, ну нормально. Ну то есть как бы обычно она говорила, что все вот эти постмодернистские фильмы... «Наташа, ну это же так вторично, это же так скучно», она говорила. А тут про «Матрицу» она сказала, что ничего. И я прям, ну с тех пор я считаю, что «Матрица» это шедевр. Просто непререкаемый просто в шедевр. Вот, и с Махаббат Гумериной, конечно, ну то есть она меня впечатляла всегда. Это просто потрясающая женщина. А еще у нее была такая практика, когда мы занимались, ну там при подготовке, например, к защите курсовых работ. Или там, когда диссертацию я писала, так это вообще, к ней домой надо было приезжать. Она приглашала к себе домой, ты приезжал с текстом распечатанным и садился. Тебя поили чаем, и пока ты пил этот чай, Махаббат Гумерина читала твой текст, она его правила. И потом, значит, мы обсуждали, ну там какие-то правки по стилистике она, конечно, не обсуждали, а какие-то правки по содержанию мы уже обсуждали. Но ты сидел первое время и ждал, пока вот она сделает. А у нее, это нужно понимать, что это человек потрясающе начитанный. И у нее одна стена в квартире от пола до потолка, это были стеллажи. Вот прям целая стена, стеллажи от пола до потолка в одну книжку. Они стояли открыты. О, боже, это вот можно было как раз пока она читает вот эти все книжки смотреть. И если ты отваживался, можно было попросить какую-нибудь зять посмотреть. Но я отваживалась, конечно, в первое время я не отваживалась. Потом уже, когда я постарше стал, там ближе к диплому, я отваживалась. Она мне разрешала. Ну, она, естественно, разрешала, ну, что они там стоят. Но мне казалось, что это, ну, просто это святое, то есть это нельзя трогать. И я вот помню, что альбомы я смотрела, у нее были альбомы. Причем она собирала эту библиотеку, ну, в советские времена, как бы уже начала собирать. И там множество всяких таких изданий, неожиданных каких-то, необычных. И она такая вот библиотека Варборга. Она посвящена культурологии в основном была, всяким там, истории искусства. А мне так нравилось, ну, истории искусства. И тоже, опять же, это же было, в общем-то, время зари интернета. Я не могла загуглить с телефона, например, каких-нибудь прерафаэлитов посмотреть. А меня так влекли прерафаэлиты. Я помню, что мы вот что-то как-то обсуждали с ним прерафаэлитов тоже. И она говорила, у нее такая еще манера всегда была, ну, потрясающая, потрясающая женщина. Она говорила, что, ой, ну, это же какой-то мертвичин, наверное, так вот вам не кажется? А я понимаю, ну, да, правда же отдает мертвичины. Как точно. И, ну, Махавада Гумерина, конечно, была прекрасна. Она как с текстами работала. Никто так не работал с текстами никогда. Она прям реально вычитывала весь текст до запятой. Я не это... Я пытаюсь все время, ну, следовать ее стопами, но до запятой я уже не могу, меня не хватает просто, а ее хватало. Вот, да, это мое главное вдохновение. Ну, Евгений Александрович Глинцев, конечно, было абсолютное вдохновение. Евгений Александрович Глинцев, у него были такие лекции потрясающие по древнему миру. Как он рассказывал нам про слонов Ганнибала. Ну, как Ганнибал через Альпу шел со слонами. И такой говорит, ну, в армии Ганнибала были слоны. А теперь представьте себе картину «Переход Суворова через Альпу». И представьте на месте вот этих солдат, которые там изображены, слону. История стыдливо умалчивает, сколько слонов Ганнибала перешло через Альпу. И вот это вот были у него в таком формате лекции. Это было потрясающе интересно, очень вдохновляюще. И вот вдохновляюще не только в плане науки, но и в плане общей эрудиции, что ли. Они все были еще глубоко эрудированные люди. Мы с ними обсуждали не только учебный материал или науку. Мы обсуждали вообще все, что происходило. Но не какие-то там, не знаю, социально-политические контексты, да. А вот именно в культурной жизни. Евгений Александрович всегда знал, где какие фестивали. Он знал, где какие происходят там события. Я не знаю, там какой-нибудь приехал очередной там дирижер, например. У него всегда были билеты на все концерты. Он везде ходил. Он все рассказывал. То есть мы знали, что он идет на концерт. Мы знали, что вот он... Ну, когда мы студентами были, может, в меньшей степени, но тоже это было. Когда вот я уже потом начала работать, так это всегда было. То есть он идет на концерт, все знают. На следующий день или через день ты с ним встречаешься, спрашиваешь, как прошел концерт. Он все рассказывает. И вот это вот было тоже такое погружение вот в этот какой-то совершенно другой культурный пласт. Для меня другой, может быть, местами. Ну, с лицея все началось, конечно. Ну, а ИСТФАК продолжил. Потому что ИСТФАК, конечно, там вот эти все гуманитарии, это же потрясающие люди. Это же так интересно с ними общаться. Ну, это большое счастье, конечно. Тут вообще слов нет. А как вы пришли к исламо-христианскому взаимодействию? Махаббат Гумеровна меня подтолкнула. Потому что чуть-чуть у меня была какая-то идея на тему хомо лютенс хейзинге. Типа человек играющий. Там еще с Юрием Юрьевичем мы это обсуждали как-то. Ну, типа меня как-то увлекло, мне казалось, что это прикольно. А она сказала, ну, Наташа. Вот опять же, ну, Наташа. Ну, вы же понимаете, ну и что? Ну, человек играющий. А дальше-то что? Я вот помню вот это. А дальше-то что? И действительно, ты понимаешь, что ну и что? Ну, играет и играет себе. Пусть играет. Ну, и тут вот она этим занималась тоже. У нее была такая, у меня даже, по-моему, статья где-то есть по исламо-христианскому взаимодействию в пространстве Казани. Марджани, например. Вот барочные элементы в архитектуре Марджани. Мечети Марджани. И, собственно, вот от этого и пошло. А сейчас вообще студенты проходят практику на историческом факультете. На первом курсе археологическая, на втором архивная, на третьем музейная и на четвертом в школе. Ваша любимая практика была среди таких? Или у вас какая-то другая система была практика? Такая же была система практик. Археологическая практика, ну, у нас была типа этнографическая, мы ходили в архивы, там что-то делали, но у нас по факту была археологическая практика, просто ее не зашли как практику. Мы с Леонардом Федоровичем Недашковским ездили в Саратов после первого курса, прямо в экспедицию настоящую, в поселок под названием Хмелевка. И это было просто... Ну, это отдельная история. Было замечательно, было очень интересно, было много приключений. С тех пор археология, конечно, царица полей, и я обожаю экспедиции археологические. Ну, просто я не готова больше к такому образу жизни немножко. Ну, очень рано приходится вставать. Потом архивная, ну, архивная такая была не очень впечатляющая, хотя мы были в ЦГА и ПДРТ, вот этот архив, Центральный государственный архив. Ну, интересно, сам архив это был интересный, конечно. Самая классная была музейная. Музейная была просто прекрасная практика. Мы прошлись по всем музеям Казани, вплоть до ведомственных. Мы даже были в музее МВД, который в ДК Минжинского, который сейчас Пушкина, культурный центр Пушкина. Тогда он назывался ДК Минжинского, и там был ведомственный музей МВД. И нам показывали пистолеты, из которых убили каких-то бандитов. Это было вообще впечатляюще. Причем экскурсовод была совершенно удивительная тоже. Женщина, она такая заряженная, бодрая. В Арбузово мы были, в доме музея Арбузова. Боже мой, это в школьном, что ли, он переулок называется? Это такая потрясающая. Причем это была весна. Это была практика во втором семестре весной. И нам показывали, у него там за домом есть такой полисадник с яблонями. И они цвели, что ли. Ну, может быть, я сейчас уже придумаю, романтизирую несколько всю эту ситуацию. Но мне казалось, что они цвели. И там было так красиво, так уютно. Я до сих пор мечтаю как-нибудь еще сходить в этот музей. Но я больше так и не добралась, представляете? До Ульянова. Вот мне еще в Ульяново очень понравилось. До Ульянова я буквально недавно добралась. Ну, до музея Ульянова, там же рядом. Вот. И вот это было, конечно, классно. Я обожаю музеи. Особенно музеи, которые с интерьерами. Такие вот что-нибудь, какие-то усадьбы. Но спасибо музейной практике в университете, которая открыла мне вот эти вот сокровища, конечно. Ну, вот музейной практике мне в этом году предстоит. Но пока мой самый любимый является археологическое, потому что столько впечатлений. Конечно, было тяжело, но находки... А вы в Булгары ездили? Мы копали Белярское городище. Находки были интересны. Там двусторонний костяной гребень, гагатовый перстень с циркульным орнаментом. Но все-таки, наверное, главная находка вот этой вот археологической экспедиции это мои одногруппники, с которыми мы стали настоящими друзьями, и любовь к археологии все-таки, наверное. Археология цариц полей. Да. Вот в прошлом году я была в Великом Новгороде и на раскопках на их вот этих многородских, представляете? Ну, там полгорода это памятник. И вот это было, конечно, космос. Это обязательно, я считаю, что каждому историку, студенту историку, вообще каждому человеку обязательно надо туда съездить. Но мне повезло, потому что я была с подругой, которая археолог, которая копала в этой экспедиции с детства, можно сказать. И она меня провела прям вот и в экспедицию сводила, и на эту, ну вот как бы их, как это называется, не керамичка, ну штаб, давайте так это назовем, экспедиции, где все находки хранятся. Я видела берестяные грамоты просто вот-вот, живые, настоящие. Только что из раскопок. Да, я видела и только что из раскопок, такие свернутые в трубочку, и те, которые уже, ну как бы раскрыли. И нам академик читал эти грамоты. Там был академик, который занимается грамотами. И он нам читал, он очень, ну там вот мою подругу Сашу очень хорошо знает, и он, ой, девочки, девочки, давайте, что вы хотите? А, он, видимо, скучал. Там он один сидел, что-то читал, какие-то книжки, ну уже академик. И он такой, давайте, я вам что-нибудь прочитаю. И он нам показывал эти грамоты, читал, прям с листа грамоту берестяную берет, только и читает. Но после всех этих лет обучения истории, да, и это же берестяные грамоты, мне кажется, один из главных фетишей истории России. И все, как говорится, берестяные грамоты. И вот я вот их видела, и чуть ли не... Ну, трогать нельзя, конечно, но я почти трогала. И, конечно, там археология очень интересная в плане находок, это прям удивительно. А в каких еще археологических экспедициях вы были? Ну, Саратов, в это я не была экспедиция, я просто ходила посмотреть. В Керчи я тоже ходила посмотреть, то есть я была там в гостях, я не копала там, но смотрела, что они там делают. А копать мы ездили в Фанагорию два раза. Вот это было там. Ну, Фанагория, это ван лав, конечно. И экспедиция в Натамане. На Таманьском полуострове там тоже... Ну, там не такой яркий памятник, как в Фанагории, конечно, но тоже интересно. В общем-то, в Пересыпи там, база была в Пересыпи, в поселке. Но Фанагория, самое яркое, конечно, это Фанагория, потому что это огромный город, очень важный город, античный. И мы копали прям, то есть мы видели все вот это. И всю эту керамику расписную, и все эти сосуды, и чего только мы там не выкапывали, вплоть до там золотых каких-то погребальных там венков, окинаки, там какие-то золотые сосуды, там какие-то таракоты полно всякое было. Там, ну, черепки, например, просто выкидывали в отвал, то есть там целый отвал из керамики. То есть настолько там богатый памятник. И керамику оставляли только либо с клеемами, либо с рисунками. И это, конечно, да. Ну и эта экспедиция большая, это экспедиция, в которой представители многих очень городов. И это такая там, там аж две кухни было полевых, ну, таких больших, солидных, на берегу моря. Ну, как бы, это, конечно, это, да, это рай. В процессе беседы мы с вами упоминали уже нескольких ваших коллег. А теперь я вам предлагаю охарактеризовать одним словом, одной фразой, или, как вам будет удобно, возможно, подробно историков, которых я перечислю. Давайте. Светлана Игоревна Лучицкая. Ой, Светлана Игоревна Лучицкая такая умница. Мне так нравится она. Она просто великолепна, очень интересная у нее работа. Мне кажется, вот это вот про исламо-христианское взаимодействие во время крестовых походов, она какая-то очень такая глубокая, прям очень глубокая. Светлана Игоревна Лучицкая одна из звезд, на моем личном непосклоне. А Михаила Романович Майзульс? Ну, тоже прекрасно, ну че уж. Ну, вот так нечестно. Майзульс тоже очень хорошо. Ну, это вижуал стадис, мои любимые. Сейчас, мне кажется, что, опять же, это одна из самых перспективных, в принципе, тем на сегодняшний день. Ну, с моей точки зрения, просто для меня. И мне кажется, она и глобально, в принципе, одна из самых перспективных, потому что все-таки мы переходим на визуальные какие-то контексты общения даже, в том числе. Мы уходим от текста. Мы все больше и больше погружаемся в визуал. И, соответственно, вот это вот исследование визуально, именно методологические попытки понять, как это взаимодействует с нашим сознанием, как визуально влияет, как выстраивает, как репрезентуется что-то в визуальном, и в историческом ключе в том числе, это, конечно, очень здорово. И Майзульс один из немногих, кто этим занимается сейчас. Мазур, Наталья Мазур. Вот как раз я хотела спросить. А это следующее, да? Наталья Мазур и Майзульс. Да-да-да, это вот они, это те, кто прям, они молодцы. И они не просто этим занимаются, а то, что они делают, мне кажется, это очень хорошо. Это очень хорошо, и делают они еще плюс ко всему это как-то актуально и трендово, я бы сказала. Потому что когда, вот, например, Мазур, они выпускали вот эту свою книжку «Мир образов мира», где Мазур главный редактор, но я так понимаю, что это ее грант, ее проект был, они, помимо всего прочего, сделали сразу курс на «Арзамасе». Я вот считаю, что это правильно, потому что это в современном мире все-таки, ну, как бы оставлять за бортом вот такие способы взаимодействия с аудиторией, да, то есть, ну, считать, что мы вот в каком-то академическом пространстве своем существуем, да, и мы, как бы, должны в нем продолжать существовать, безусловно, должны, но мы должны выходить и в люди, что называется, да, публичное вот это пространство, причем через каналы максимально грамотные, вот так. То есть, потому что «Арзамас» — это то, что делают очень грамотные люди, на мой взгляд, и грамотно делают. И там вообще, ну, не зазорно, что называется, выступить, а наоборот, мне кажется, очень даже почетно. И делать промо к своей научной книге через лекции на «Арзамасе», через какие-то там подкасты и прочее, прочее, это очень правильно. И я считаю, что это то, на что молодые ученые, в том числе, должны обращать особенное внимание, да, и потому что, ну, как бы они прекрасно взаимодействуют со всеми этими механизмами существующими, и это нужно делать, потому что, ну, люди, людям же тоже интересно. Это нам только кажется, что никто ничем не интересуется. Все всем интересуются. Люди ужасно любят слушать всякие лекции, да, и чем больше таких лекций хорошего качества, тем больше людей, которые будут в это втянуты. Я вообще считаю, что образование, просвещение, наука, это именно тот путь, который нас выведет к светлому будущему, ну, в любом случае, да, это то, что необходимо, всегда было необходимо, и сейчас необходимо особенно вот в этом таком сложном и изменчивом мире. это то, что дает уверенность человеку в его человечности, и то, что позволяет ему делать какие-то правильные выборы в жизни потом, думать над этими выборами. Вот так что я считаю, что они молодцы прям. Герман Пантелеймонович Мерков. Ой, я обожаю Герман Пантелеймоновича. Герман Пантелеймонович, когда мы учились, мы вообще ничего не понимали, о чем он говорит. Просто ничего не понимали. Он настолько тоже, ну, с этой его историографией, да, любимым, мы вообще не понимаем, что такое историография. Ну, ты приходишь на второй курс еще, да, ну, ты маленький еще, тебе не объяснили, что такое историография. И это вот, может быть, это какой-то такой небольшой баг в системе, да, вот он начинает а потом чем дальше тем больше я понимала насколько он классные вещи рассказывал насколько он здорово интересно с подробностями с какими-то детальными удивительными рассказывает про развитие человеческой мысли по сути дела он рассказывал про развитие науки да и это супер интересно как мысль идет человеческая но маленькие мы не очень понимаем очень боялись потому что ничего не понимали очень боялись давать средние века я помню что на консультацию у нас были консультации я пришла на консультацию и он на а он еще любил же задавать вопросы типа ну что вот и но вот это что такое но вы посмотрите ну что это но это же генезис феодализма но мы по контексту должны были догадаться да то есть не по руке его будут это вот вытянутый к нам а по контексту но не хватало нам конечно у мишка на тот момент ну нормально это абсолютно нормально вот и на консультации он что-то стал тоже какой-то вот такого характера вопрос задавать но посмотрите ну вот что изменилось в мироощущении горожанина по сравнению с мироощущением деревенского жителя но принципиальная важная вещь но смотрите ну посмотрите вокруг вот у вас это есть а у меня этого нет да там вот там у кого-то это есть и у меня на каком-то видимо нервике я так думаю потому что это я не придумала это она просто саму вырвалась я потом осознала что я ответил грудь часы да правильно умение считать время а он обещал кто ответить на этот вопрос плюс балл на экзамен и я потом сижу тут уже такая у нас дача такая как бы вы могли охарактеризовать себя как ученого ну как во всех планах а охарактеризовать но мне очень нравится моя работа я могу себя охарактеризовать как человека влюбленного в свою работу мне очень нравится мои студенты это правда это никакая не лесть мне действительно нравится мой студент я прям с удовольствием с удовольствием общаясь всегда со студентами мне иногда даже хочется как-то больше этого общения в неформальном ключе то есть мне вот мне хочется в тусовку бывает да то вот когда вот когда в понедельник что ли вы там все сидели что-то болтали и думаю от бы сейчас тоже посидеть с ними поболтать то есть хочется мне потому что очень интересные вы все как люди и мне кажется что именно из тфак историческая наука это то место где как раз очень классно поболтать со студентами я думаю что это ну наверное лучшее место где лучшие студенты с которыми можно классно поболтать и я до сих пор поражаюсь что это моя еще и работа что как бы я как-то вот свое существование обеспечиваю за счет вот этого вот несказанного удовольствия которые я получаю в процессе общения и подготовки я узнаю что-то новое мы обмениваемся какой-то информации энергией мыслями какими-то желаниями да там мы обсуждаем жизнь в целом и и в этом смысле и это еще и работа моя вот это для меня конечно до сих пор я не верю что такое бывает я не верю своему счастью вот ну и я надеюсь что со мной весело мне кажется опять же в том же лице и нас приучили к тому что учеба это не только интересно но и очень весело и до сих пор я считаю что учиться надо постоянно учиться это классно и учиться это супер весело далина тоже на спасибо вам большое за такой приятный душевный диалог с вами было очень приятно провести время спасибо что ответили на все мои вопросы и этого ой какой спасибо очень нежный букет а я напоминаю что с вами была шадрина наталья анатольевна спасибо большое за то что были с нами до новых встреч до новых встреч